Всем добрый день! С вами канал Питомник Милы и я Людмила Корбунова. Сегодня это второе видео. Еще бы одно сняла, но на улице дождик. Надеюсь, он нам не помешает. В первом видео, в сегодняшнем, предыдущем, я вам показывала, что я делаю перевалку. То есть делаю дубликат или свои маточные кусты. Сейчас я с этим практически закончила. Помню, остался один кустик. Я их перевалила. Давайте поговорим о том, вы часто задаете вопрос. Вот они к вам сейчас приходят. Что с ними сейчас делать? Смотрите. Вот, например, есть и такой, есть побольше, пожирнее. Есть и вот такой. Пришел. Ой, листик отвалился. Есть вот такой. Пусть после распаковки, ну, буквально денечек, постоит в денечке, спрыснет, если есть и пином, это стресс снимает. И пин снимает стресс. И пинчиком, и через, ну, может быть, сутки. Это приблизительно, да, что мы делаем перевалку крупнолистных. Лучше все-таки, я считаю, литров три. Но можно, наверное, и побольше. Вот у меня они были сегодня все вот средненькие, побольше, поменьше. Я сейчас вот их перевалила в трехлитровые горшки. Посмотрите. Это я сделала вот только что. Кто бы мог подумать, что из П9 в трех литрах он выглядит, растение, вот так. Даже бы никогда я не сказал, что оно было в П9 или в 0,5 литра. Вот этот кустик перевален, ну, он такой сразу был мощный, early pink, старый проверенный сорт. Он был перевален четыре часа назад, когда вышло то видео. Вот вы можете сказать, что в П9 этот кустик был? Никогда бы не подумал. Сразу же расправляет лист. Растение, оно как вздохнуло от этого маленького объема. Перевалили. Грунт я здесь взяла, сегодня у вас спрашивала. Чистый торф нет, замучаетесь с поливом. Здесь у меня вот капельный, ой, капельный, капиллярный мат. Я сейчас делаю торфа не 20-30%, а процентов 50, нейтральный, кислый, агробалт. Но с добавлением земли, перлита. Ну, еще, наверное, буду добавлять перегной старый, у меня есть немножечко. Можно песочек добавить. Для улицы сильно легкий грунт, как для черенков, не путайте, не делайте, потому что будет пересыхать. Но вроде бы более-менее он сейчас как бы пышненький. Потому что была такая проблема, это вот метельчатая уже, что становится такой, как клёклый, такой твердый, как цемент. Хотя изначально он кажется такой воздушный, прямо воздушный. И вот не так давно догадалась, хоть уже у всех есть бетономешалки, я купила бетономешалку. А то моими руками перемешано, наверное, камаз грунта. Вот, я взяла маленькую бетономешалочку, всего 10 тысяч, такая низенькая. Очень удобно, поставили большое такое корыто, ну, вот как вот черное вот это, большое. И я наклоняю и высыпаю. Туда же пролонгировано удобрение добавляю. Леруа брала в черных коробочках. И еще хочу добавить, ну, весной делала органик-микс. Ну, сейчас не могу отследить, какие органик, какие неорганик. И вот надо было сразу отставить, чтобы понимать их развитие. Пересадили. Обработки, даже я обрабатываю в дорогу от клеща, и вы обработаете еще от клеща. Он неизбежен. Но я каждую беру и земы вот так даже больше снизу обрабатываю. Когда на улице обработка, я же не могу, кажется, стаканчик поднять. У меня поверху, и я так вот, ну, стараюсь между. А стаканчик я каждый поднимаю, поднимаю, обрабатываю изнутри лист. От клеща спросите любой препарат или в магазине. Сейчас есть профмагазины. Я брала у Жениной садоведуши Евгения из Саиногорска. Моя подруга брала у ее дочери Маши. Она занимается профпрепаратами. В инстаграме аптечка для сада. Если надо, я контакты укажу. Она присылает небольшие фасовки. Вот сейчас хочу сказать про корневин. Я вроде и не за, и не против него. Но мне вот Женя, ну, Маша присылала. Это корневин проф. Не знаю название, по-моему, питомники шопы. Он разный, не разный. Вот отсыпанный. Я баночку заканчиваю. Это я маленько отвлеклась, как бы, чтобы к слову. Вот, перевалили. Грунт сказала. От клеща обработали. У меня санмайт, вертимек. Вертимек надо делать. Я поджигала. Два с половиной миллилитра на десять литров. Я даже делаю. Два с половиной три я делаю два с половиной на умницу. Двенадцать литров. Вот. Можно добавлять свитч. Два грамма туда же. На десять литров воды. Препаратов очень много. Вот я знаю одни. Я с ними только познакомилась, ну, буквально с прошлого года. Всю зиму пробовала. С ними надо быть аккуратнее. Почитайте, посмотрите. На слово никому не верьте. Посмотрели, попробовали. Ну, я вчера купила наш Ярицы, по-моему, удобрение. Литровую бутылку. Вот, знаете, такая, я как, рисковая. Кто-то прошел бы кусочек, посмотрел. А я вчера обработала все гортензии на улице после полива из лейки, но я знала, что я не сожгу. Там идет жидкость коричневая 100 миллилитров на 10 литров. А у меня лейка 8 литров. И я сделала 50 миллилитров. Ну, то есть меньше нормы. И у меня ушел литр. Я пролила, кроме теплиц, на улице все метельчатые и крупнолистые вдруг в трех литрах. Могла бы разом лишиться всего. Все, например, сжечь. Товарный вид потерять. Ну, они прямо хороши. Блестят. Красивые. Зеленые. И когда растение себя хорошо чувствует, тут же идет блестящая такая, ну, как светленькая серединка. Сразу же эффект моментальный. Надо ли кислить? Когда-то кислю. Столовая ложка лимонной кислоты. Ну, опять, какая вода? Если мягкая, то не надо. Дождевая не надо. Если мягкая, ну, не дождевая, ну, чайную ложечку. Можно проверить лакмусовая бумажка. У меня 7,5-8 моя вода. И то я не всегда кислю, и растение нормально себя чувствует. Хорошо выглядит. Вот я вам показывала еще Блюмстар. Перевалила. Он был P9 еще в обед. Сейчас он уже... Ну, а через неделю это будет совершенно другой куст. Красивейший. И кормим. Сейчас только удобрения. Можно пролонгированные заложить. Но сейчас уже, конечно, пролонгированные. Уже надо... С весны бы было это сделать. Я-то с весны закладывала. А сейчас просто кормить. Ну, не ждем пожелтения и так далее. Вот. Ну, поняли, да? Рассказала вам, что в 3, 4, 5... Ну, я бы в 3. До следующего года. А там, посмотрите, перевалку нужно делать и летом. Немножко нарушаете корешок, спокойно поливаете, и все будет хорошо. Не только весна и осень. Желательно весна и осень, но я делаю и летом. Просто щадящее такое нарушение корневой. Если горшок начинает трещать, например, то... Ну, я про крупнолистный, да, покажу. То убираем половину грунта, это в большом горшке. Срезаем, расчесываем. Заново половину грунта называется обрезка корней. И пока вот будет... А потом деление куста. Сейчас, скажем так, слава популярность у крупнолистной набирает обороты. И что меня радует, чаще звонят не только крупнолистную, не крупнолистную. Скажем так, берут 50 на 50. Даже крупнолистную чуть, может быть, больше. Так, здесь я рассказала. Позже буду показывать, что начнутся холода, пока они на улице. Потом накрываем тканью или заносим, когда заморозки, в теплицу. Можно и домой занести. И еще порадоваться цветением, потому что в основном все они будут свисти. При выращивании в горшках цветение обеспечено. То есть я не хочу, не люблю и не буду укрывать. Я лучше буду выращивать в горшках, убирать в хранилище. В хранилище температура ближе к нулю. Это плюс 2, плюс 3. Герметичная комната, полочки выставляются как в фуре. Холодильная установка. Прибавляя, убавляя, больше-меньше. Чем холоднее, тем дольше она не будет просыпаться. Можно найти снотровая яма, какой-нибудь холодный уголок. В этом году я сделаю как. Это теплица, второй этаж гаража. Крыша непрозрачная, здесь не жарко. Инфракрасные обогреватели, 5 штук. Выключается свет. Сейчас он по таймеру. Включается с 6 утра до 9 вечера. В 9 часов он потухнет и меня отсюда выгонит. На зиму я хочу сделать такое теплица-хранилище 2 в 1. Все переберу, все составлю. Они будут все готовы к зимовке с хорошей корневой. И они останутся зимовать и здесь. Маточные поставлю в хранилище. Вот то, что останется здесь, все принесу, все расставлю. Будет зимовать в полу-дреме, в полу-тьме. Здесь северная сторона дома. Вот. Что касается... Давайте еще про крупнолистные. Если мы убираем где-нибудь в октябре, когда надоест с ними возиться, вам все уже, срезаем принудительно лист. Срезаем только сам листик. Черешок не трогаем. В хранилище, в подвале они посыпятся сами. Если сыра, вообще не поливаем. Если суховат подвал, ну пару раз или раз обложить снегом. Корни спят, корни не работают. Никакого полива. Самое главное условие весной это не поливаем. Самое уязвимое время. Достали, я сама поливала лейкой. Вот так. Нет, нет листа, корень не работает. Полстакана, две ложки в центр. Потом постепенно появляется лист. Но не засушите. Ну, их очень сложно угробить. Еще давайте вот. Когда вы говорите, например, что у меня в дороге погибла фруктолист или метельчатая. Не может такого быть. Не может. Вот этот кустик был пересушен. Ну, упустила. Вот прям сухой-сухой. Вот они, тряпочки. Я его полила, отставила и забыла. Конечно же, это надо сейчас убрать. Я вот убрала. А вот они на сухом. Вот они почки. Вот почки. Вот эти листики мы убираем. Все. Он выдает новую почку. Он выдает новый лист. Она просто неубиваемая. А уже за период дороги это точно она не может погибнуть. Представляете, бывают дороги и две, и три недели такое бывало. И тоже вы. Так, далее. Сниму еще видео, когда убирать, когда там доставать, как и что более подробнее. Сейчас приходит к вам, например, метельчатая. Они небольшие, но ножка у них деревянная. Вот она. Снимевшая. Они готовы к зимовке уже сейчас. Это ранневесенние черенки. Есть еще меньше. Карликовые сорта, они вообще еще меньше. И горшок сдерживает рост. Вот я вам показала. Было и стало за 4 часа. Метельчатую сейчас смело высаживаем грунт. Они стоят на улице под открытым небом. Но у нас сейчас будет прохладная погода. Ночные температуры будут прямо такие прохладные. Мы будем накрывать на ночь тканью сороковкой. Покажу вам. Тканью, чтобы там был такой микроклимат. Чтобы они дольше были зелененькие, красивенькие. Если корень такой, ну, не сильно опутан, можете и так высадить. Ямочка 50 на 50 на 50. Добавки кислого, конечно, там торфа, ну, еще и обычную землю. Также песок. Ну, чтобы грунт был вкусный. Хвою, сосновопад, может быть, каратом. Замульчируйте. Метельчатая все-таки есть. Сильную кислоту не надо. Даже нейтральная почва, она хорошо растет. Иногда я кислю столовую ложку лимонной кислоты или уксуса на 10 литров воды. Можно поменьше, можно неполную. Высаживаем грунт. В грунте она подрастет быстрее. Если сейчас они вот такие, вот такой, плохо, медленно растут. У всех так. И позднее цветение. В любых городах практически. Не переживайте. Вот высадите в грунт. И еще в грунте обработка также от клеща. Я уже говорила, санвай, вертимет. Та же искра, двойной эффект идеально подходит. Фитоверм. Фитоверм. Его, он тоже смотрит, все далеко. Фитоверм надо не миллилитр на литр, оказывается. А от трех до пяти миллилитров на литр. Тогда он работает. Но его лучше, конечно, что мы кушаем или уже дома в квартире обрабатывать. Метельчатый к зиме готовый. Весной это будет так же или 0,5 или П-9. Весной они будут подороже. Они будут старше на год. Сейчас осенняя будет. Сейчас летняя, потом осенняя посадка. Посадка, если яма готова, даже можно, снег идет, и яма готова, и грунт в гараже свежий. Ну, что, не заморожены. Я делала. Высаживаете, и она перезимует. Однозначно. Я это все проверяла на своем опыте. Попробуйте и проверьте. Высаживаем. Весной. Что мы делаем? Вот это ничего не надо. Обрезаем на одну-две почки над землей. Вот это убираем, срезаем. Но я делаю немножко иначе. Я жду, пока проснутся зеленые черенки. Беру зеленый черенок и обрезаю. То есть, вот это все здесь будет штучек, например, там, 10-20. Я приумножу, а потом уже обрежу. Вообще, надо вот так вот весной обрезать. Если вам нужны... Дождик пошел. Все, заканчиваем. Для штамба у меня есть в одну палочку. Про штамбу обещала, так же покажу. В одну палочку, говорите, мне для штамба есть полярный медведь. Фантом, Лаймлайт. Ну и другие сорта, так же найду любые. Более мощные, более крепкие. Все, высаживаю. И они прекрасно призимуют. Горшечные, метелечные, маленькие. Высаживайте так же горшки. Горшки оставляйте просто на улице. Около теплицы, закопайте в гряду. Я даже вот такие, 0,5, оставляла просто, составляла в грядку. Ничем не накрывала, и они все перезимовали. Сибирь, под Красноярском, город Железноборск. И еще напоминаю, что у меня не только гортензии. Сейчас после гортензии рулят, как я говорю. У меня есть и плодовые, и декоративные. Все в закрытой корневой. Сайт питом-милы.ру. Или саженцы льдмилы горбуновой. Вы мне звоните. Только не выходные. Вы мне звоните. Что-то прибавить, убавить, звоните. Я сейчас еще напечатаю треки с деки. И устрат везу посылочку, которая в пятницу у меня не было интернета заново. То есть, не было интернета. Все. Показала. Заказываете сейчас. Еще только август месяц. Еще впереди у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. Прошлый год я отправляла до 24-го, по-моему, ноября. Погода была теплая. Я делала в фольгу такую теплую упаковку. Сейчас-то выгоднее. И мы не знаем, что у нас будет весной. Будет ли из Европы поставки. Но я подготовлена. У меня есть и маточники, и оттуда, и свои. И сама сделала, и дубликаты. У меня есть свое. Я готова к любому раскладу событий. Скажем так. Все. До свидания. Нам помешал дождик. Ну, я что хотела, вам рассказала. Пока-пока.